Приближается самое удивительное время в году, время чудес и исполнения желаний – Новый год и Рождество. В рамках программы «Цветик-семицветик. Вместе поможем детям» в нашем крае накануне новогодних праздников проводится благотворительная акция «И в больницу придет Новый год», благодаря которой исполняются мечты ребят с ограниченными возможностями здоровья – сирот и детей, которые встретят Новый год в больницах. Как подарить праздник детям, расскажут Надежда Неткачева и Александр Косицын. Новый год с трепетом и надеждой на чудо ждет каждый ребенок. Для детей это особый праздник – день осуществления сокровенных желаний. В этом году главный зимний праздник по-особенному ждут около 600 славянских ребятишек – воспитанники детских домов, инвалиды и дети, которые проведут 31 декабря на больничных койках. Каждый из них уже загадал свое новогоднее желание и замиранием сердца ждет, что оно обязательно сбудется. На Кубани уже в четвертый раз проходит благотворительная акция и в больницу придет Новый год. В рамках нее каждый может почувствовать себя Дедом Морозом и приготовить подарок ребенку. Дал старт акции в торговом центре «Малыш» глава Славянского района Роман Синеговский. Перед нами с вами елка, но она украшена по-особенному. Вместо ерушек на ней снегири желаний. За каждым этим снегирем желание – детская мечта. Это акция инициатива губернатора Кубани, цель которой – подарить радость детям – осуществить заветную мечту маленьких непосед. Стала доброй традицией наряжать ели в магазинах, а там на этих елях снегири, на которых наши дети, дети-инвалиды, дети-сироты написали свое желание, пожелание к Новому году. Ну, благотворительности нет предела, поэтому граждане, посещающие наши торговые центры, вполне могут стать новогодними Дедами Морозами и Снегурочками, снять это пожелание, купить этот подарок. Исполнить пожелания детей в день открытия акции пришли руководители предприятий бюджетной сферы, сотрудники администрации города и района, главы поселений, предприниматели. Ведь стать волшебником или Дедом Морозом так просто. Нужно всего лишь снять снегиря с елки, купить игрушку и передать волонтеру для вручения ребенку. Все мы родом из детства, у каждого были свои желания, свои мечты, которые мы писали на листочках, позже мы вкладывали их в бокал с шампанским. Но у каждого ребенка и сегодня есть эта мечта, поэтому прежде всего мы здесь для того, чтобы все желания в Новый год, мечты о Деде Морозе и мысли о том, что он существует, не покидали детей да очень долго. Для того, чтобы сделать детям праздник, потому что есть детки, у которых нет возможности получить игрушку в этот Новый год, поэтому мы, казаки, всегда бережно относились к детям малоимущим. Это была историческая традиция. Раньше, до революции, всегда дети малоимущие, сироты были на учете в казачьей общине. И казачья община всегда помогала деткам-сиротам, и детки не оставались без внимания. То есть это казачья традиция. Принять участие в акции может каждый. Новогодние елки желаний выросли также в магазинах «Рубин» по улице Красной, 53 и «Бегемотик» по улице Ковтюха, 150. Там одними из первых сняли снегирей с елок председатель районного совета Григорий Литовко и глава города Славенска на Кубани Александр Коновалов. Настольные игры, машинки и куклы, мечи, энциклопедии – эти и другие подарки скоро отправятся к своим маленьким хозяевам. А радость, искрящая в глазах детей, станет благодарностью для каждого неравнодушного человека. Благотворительная акция продлится до конца года. Дети верят в сказку, в доброту и чудо. Пусть в преддверии новогодних праздников чудо случится в жизни каждого маленького жителя Славенского района.